Здраясь! Добро пожаловать в палату для особо буйных! Так. Чё-то я не понял, по-моему не до конца это. Эээ, сейчас, секундочку. И что? Что мне с этим делать? Кто-нибудь! Объясните мне, что, блядь, я только что посмотрел. Что это? Куда это? Как это применить, блядь? Где конец? Где логическое завершение, в конце концов? Что это, блядь, за паровозик для мышей? Куда я могу это применить в своей мастерской? Как, сука, я могу это проверить? Работает это или не работает, если я, сука, даже не могу представить себе, где, блядь, можно это использовать? Нет, я не долбоёв. Ну, немножко есть, конечно. Прекрасно понимаю, что это какая-то каретка, к которой можно что-то прикрутить, но вопрос. Куда? Для чего это надо? Подвозить пиво к моему бездыханному телу или что? Сделать из этого токарный станок? Так у него жесткости не хватит. Короче, эксперимент не увенчался успехом. Давайте по списку, поехали. Короче, следующее незабываемое видео и шедевр расскажет нам о том, как сделать гибкий вороток из... Водшипника, сука, господи. Внимание! Обнаружен самодельщик, который пользуется своими собственными изобретениями. Попрошу обратить внимание на то, какой у него держак и какая вспомогательная ручка на болгарке, про которую мы когда-нибудь, может быть, поговорим в наших поздних выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Как же это охуительно, приваривать сталь 3 к каленому подшипнику, а потом показывать, как ты этим прибором откручиваешь болт на колесном диске. Благо, металлоприемка у нас здесь рядышком, и я уже заблаговременно заготовил самый сука хуёвый подшипник, который я нашел, и сейчас мы будем над ним издеваться, поскольку я считаю, что он рановато собрался умереть. Мы его еще чуть-чуть помучаем. Лишня не помещается. Необходимо сделать некоторые доработки. О, вот теперь заебись. Хм. Почему я не сделал этого раньше? Итак, для того, чтобы изобразить это гребаное ублюдство, насколько я понял, нам понадобится. Собственно говоря, подшипник один штука, некоторое количество ненужного дерьма, сварочный аппарат, все остальные ингредиенты по вкусу и предпочтениям. Поскольку необходимых ингредиентов у нас нету, мы вынуждены внести некоторые поправочки. Но вы не беспокойтесь, я изо всех сил постараюсь не разрушить священную ауру сраного говна, порожденного внебрачным союзом трактора Бералусь и набора китайских инструментов из Ашана. Все будет как надо. Обнаружен рандомный удлинитель, но для того, чтобы его классно приварить к нашему каленому подшипнику, необходимо сделать некоторую фаску. Что мы сейчас и сделаем. Неплохо, неплохо. Готово! Что-то сильно пизда-то получилось. Но я знаю, как это исправить. Нужно более тщательно проварить и обработать в лучших традициях жанра. О, вот это другое дело. Просто... Ужественно! Ну что же, время испытать это шедевральное творение парашного искусства. Нам понадобится головка на 17, такой экземпляр. Ну, что тут скажешь, откручивает. Но вопрос прочности по-прежнему остается открытым. И для того, чтобы этот вопрос разрешить в полной мере, нам понадобится задача посложнее. И специально для таких вот испытаний у нас имеется... кто бы вы думали, прицеп от КамАЗа. Один штука. И для того, чтобы никто не увидел выдуманного меня, все это мы будем делать под покровом ночи. Ну и чтоб пизды не получить. Собственно, что и требовалось доказать, самоделка полная хуйня, поскольку подшипник совершенно не предназначен под такие задачи. И ему резко стало хуёво в момент, когда он попытался открутить гаечку на 30. Используйте специализированный инструмент для специализированных задач. А не всякую хуйню. Специализированный инструмент выглядит вот так. Им можно и по ебалу съездить, и задачу решить. А если квадратная часть вам не подходит по длине, то можно использовать удлинитель. Качественным инструментом и работать приятно. Самое главное, по ебалу себе им не съездить. Вот. Открутилось. Если богомерзкий, скучный, однообразный напильник для вас слишком просто, то следующее видео для вас. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, нихуя себе. Смотри, как я могу. Нет, не это. Это случайно получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напильник обнаковенный. Возникает целесообразный вопрос. На кой хер все эти изъебы? Совершенно не важно, в каком положении находится рукоятка напильника, вы все равно заебетесь, как падла, если вам придется слишком много этим инструментом работать. В данном конкретном случае в лоб или по лбу совершенно не имеет никакого значения. Существуют, конечно, всякие инструменты, где немножко другое правило работает. По жопе или в жопу. Есть уже огромная разница, но это не тот случай. Ну и напоследок... 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 Ну а сегодня у нас, пожалуй, будет видео Пионер. Не отходя от кассы, я вас расстрою. Халявное электричество существует только в Ютубе. А самое главное правило, которое у него коснительно соблюдается всеми строителями генераторов халявной энергии, это как можно больше нагородить дичи, чтобы было минимум понимания того, что же получилось и как это работает. Похуярили! Ну а чтобы доказать, что самоделка полная хуйня, давайте максимально точно повторим. Ну а для успешного завершения нашего эксперимента все на той же металлоприемке я обнаружил в количестве одна штука, нихуй собачий, а головку динамическую 25GDN1.4 в очень плачевном состоянии, но нам это не помешает из него выжать максимум электроэнергии. А самое забавное заключается в том, что наша динамическая головка проявляет признаки жизни, а значит она еще поиграет даже музычку, что мы сейчас и проверим перед тем, как начнем наш успешный эксперимент. Ай, блядь, совсем забыл. Нам же нужны контакты на динамике для того, чтобы к ним припаяться и получить бесплатное электричество. Сука, упущеницы. Ладно, у меня еще один есть. Приступим, пожалуй. ПОДПИШИСЬ! Да ну нахуй! Ну ладно, я вас наебал по той же самой методике, по которой наебают все эти самодельщики, которые рассказывают вам про бесплатное электричество. На самом деле все гораздо проще. Для того, чтобы создать иллюзию какого-нибудь генератора халявного электричества, все, что вам понадобится, это старая какая-нибудь обмотка с очень и очень тонким проводом, который незаметно припаивается к данному устройству. Ну а дальше дело техники. Внешний источник питания, замаскированные провода и все прекрасно работает. Даже если убрать магниты, потому что до выключателя далеко бежать. Мало того, для того, чтобы заставить светиться лампочку, мне пришлось незаметненько для вас выпаять один из проводов, который идет на динамик, поскольку динамик, будучи включенным в цепь, тоже потребляет немало энергии и тянет на себя, из-за чего лампочка, собственно говоря, не хотела загораться. Ну а после выключения внешнего источника питания, почему-то чудо больше не происходит. Я уже молчу про то, что автор настолько тупой дегенерат, что даже не додумался все цепи замкнуть, для того, чтобы создать эффект максимального наебалова. Я уже даже молчу за тот факт, что этот кретин соединил спирали лампочки последовательно, несмотря на то, что они имеют разную мощность и какое бы напряжение ты ни подавал, то гореть все равно ярче будет та, которая имеет меньшую мощность, а именно 5 ватт. А вторая спираль 21 ватт, поскольку данные лампочки применяются в стоп-сигналах автомобиля и они как раз-таки двухспиральные для того, чтобы одной лампочкой можно было реализовать габаритный огонь и стоп-сигнал. Качество пайки тоже оставляет желать лучшего и это первый признак того, что он не имеет ни малейшего понятия о том, как же правильно паять. Зато скилл работы со спермопистолетом виден невооруженным глазом. Оригинальный аудио-ряд к видеопособию тоже очень наглядно иллюстрирует уровень умственного развития пациента. Так что бесплатное электричество существует разве что в больном воображении автора. Ну а глядя на мастерски выстраданный шедевр арт-хаусного искусства, тараканы там по дорожкам бегают регулярно и замыкают их накоротко, тем самым вызывая дугообразование невиданных масштабов. Короткое замыкание в башке до добра не доводило. Уважаемый, обращайтесь к специалистам. Сделаем вам лоботомию в лучшем виде. Исходя из вышеследующих эмпирических измерений, я пришел к выводу о том, что если вам захочется повторить данную самоделку и получить генератор халявного электричества, вам для этого понадобится в первую очередь дохлый динамик и во вторую очередь пара чемоданов-аккумуляторов. К огромному своему сожалению вынужден констатировать тот факт, что данная самоделка полная хуйня. А поскольку данных самоделок в ютубчике просто хуева туча, поэтому я вынужден констатировать также тот факт, что в будущем я много раз скажу, что самоделка полная хуйня. Присылайте свои хуевые самоделки, а также ебучие генераторы халявного электричества в комментарии к этому видео в качестве ссылок. Многие до сих пор тупят, как ни странно. Ну а с вами сегодня был доктор Дью. Всем до свидания.